Ваше понимание решения проблемы по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов на ближайшую перспективу? На сегодняшний день для того, чтобы снизить количество бросовых, так называемых бросовых отходов на контейнерных площадках, которые у нас в большей части расположены на публичных территориях, принято решение о передислокации их в дворовые территории. Принятое решение дало определенный положительный эффект. Вот, например, взять этот четырехугольничек, так называемый, в центре города, да, там улица Островского, улица... Под Конституцией, да, Вагинской. Да, вот. Очень интересные цифры. Первое, я вам хочу сказать, если ежедневно мы вывозили с этой территории 100 тонн в сутки, 100 тонн, то сейчас, после передислокации контейнеров, мы вывозим в два раза меньше, 50 тонн. Ну, тяжело, конечно, приучали людей не бросать на зеленые зоны, но результат есть. Сейчас практически на зеленых зонах мусор не лежит. Ну, конечно, попадаются недобросовестные люди, но мы с ними боремся. А куда же делались, задается вопрос, куда делись вот эти вот оставшиеся 50 тонн в сутки? А они, оказывается, приносились вот всей торговлей, которая на этих улицах осуществлялась, всеми торговыми точками. А сейчас они вынуждены заключать договор на вывоз. Как дальше ваше видение, как курирующего заместителя по схеме обращения с отходами на следующий год? На следующий год будет выбран региональный оператор, который обязательно будет работать, в том числе и на территории города Сочи. Мы понимаем, что региональный оператор у себя проведет конкурс и выберет организацию, которая здесь, на территории, его будет представлять. На территории города Сочи будут сформированы порядка не менее трех площадок, на которых будет перегружаться твердокоммунальные отходы.